Всем известно, что хорошие новости трудно держать в тайне, и нам не терпится скорее их рассказать тебе. Привет! В студии с вами я, Олег Скиданов, в эфире Универ Ньюс. Начинаем наш выпуск. Самые главные и интересные новости с ученого совета Казанского университета в этом выпуске. Казанский федеральный университет выдал первые дипломы аспирантам-выпускникам. Ведущая телекомпании «Эфир» провела свой мастер-класс в КФУ. В Казанском федеральном университете будет значительно увеличена стипендия. Разработаны новые критерии написания учебных программ, а преподавателей и ученых «Альма-Матер» ожидают новые условия для написания научных трудов. Об этом и многом другом пошла речь на состоявшемся ученом совете Казанского федерального университета. О самых главных и интересных подробностях заседания расскажет Аделя Шамилова. Итоги приема, планы на выдвижение сотрудников на научные конкурсы и премии, а также размеры стипендий – все это и многое другое было включено в повестку дня состоявшегося ученого совета 10 октября. Уже традиционно основные вопросы коснулись утверждения кандидатур на получение ученых степеней и званий. При этом прозвучали и целостные доклады. Большого внимания удостоилось сообщение проректора по финансовой деятельности КФУ о размерах стипендий студентов и аспирантов на стартовавший учебный год. Проректор озвучил решение Министерства образования и науки Российской Федерации об увеличении минимального размера стипендий студентам. Однако КФУ традиционно готов увеличить размер этих выплат. До конца текущего календарного года все бюджетники, начиная со второго курса, будут получать стипендии в двойном размере, то есть 3400 рублей. В связи с тем, что появилось дополнительное средство, возможность увеличить размер стипендий студентам на 1700 рублей, еще плюсом, но только студентам, которые учатся со второго курса. Эта доплата будет действовать только по 31 декабря 2017 года. У нас есть направление, по которым мы зашли в международные предметные рейтинги. Если там лингвисты занимают 121 место, это говорит о том, что они тоже заслуживают, аспиранты, другие доплаты. У нас всего разговор идет о трех месяцах, то есть это до конца года. Октябрь, ноябрь, декабрь. Не забыли и об аспирантах. Проректор объявила, что слушатели программ аспирантуры технических и естественных направлений будут в течение всего учебного года получать по 7500 рублей, а гуманитарии по 3500 рублей. Увеличенную стипендию аспиранты получат уже в октябре. Далее ответственный секретарь приемной комиссии представил ученому совету результаты приемной кампании на 2017-2018 учебный год. По его словам, всего в КФУ на первый курс обучения принято около 12 тысяч студентов из регионов России, а также 1634 иностранных студента. При этом зачисление иностранных граждан продолжается. У нас есть представительство Республики Татарстан в большинстве стран СНГ. Через их участие мы можем развивать сеть русско-татарских или русских школ в Республиках СНГ, превратив их в центры подготовки и поступления в КФУ, как это сделано уже в Таджикистане. Благодаря визиту Владимира Владимировича Путина там принято решение строительства пяти русских школ. Следующим пунктом на повестке дня стало рассмотрение новых правил авторской продукции в издательстве КФУ. Отметим, что поддержание высокой планки по качеству внутренних публикаций не единственный способ укрепить имя Казанского университета. Еще один не менее важный двигатель процесса формирования позитивного имиджа – молодые ученые, которые ярко заявляют о себе на научном поприще. Важное место в повестке заседания занял вопрос о воздвижении кандидатов на соискании премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций. Наиболее перспективным кандидатом ученый совет счел Михаила Варфоломеева, руководителя сразу нескольких прорывных проектов и, к слову, о перспективных ученых. На заседании ректор КФУ торжественно вручил аттестат о присвоении ученого звания доцента по специальности молекулярная генетика Айрату Каемову. Потому что первый аттестат вам слава на нас. Поздравляю! Просто мы сверху делаем! На столь положительной ноте заседание ученого совета завершилось. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Роман Самарин, Универ-Ньюс. Делегация Узбекистана посетила Казанский федеральный университет. Их внимание привлек Центр симуляционного и имитационного обучения биомедицинского комплекса. Подробности в сюжете Артема Тупичкина. В состав делегации вошли представители министерств, ведомств и хозобъединений Республики Узбекистан. Делегацию сопровождали ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин. Почетные гости посетили Центр симуляционного и имитационного обучения. Внимание делегации привлекло то, что это является инновацией в сфере медицинского образования. Также гости не обделили вниманием медицинский корпус вуза, где расположен лабораторный комплекс, центр биомедицинской микроскопии, анатомический музей и фантомный класс. Особый интерес у делегации вызвала работа инжинирингового центра медицинских симуляторов Эйдос, расположенного в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Делегации Республики Узбекистан было рассказано о важнейшем экспортном проекте Эйдос — создании симуляционного центра в Токийском медицинском университете Японии Джунтендо. В ходе встречи ректор КФУ Ильшат Гафуров и заместитель премьер-министр страны Гуламжон Ибрагимов договорились о проведении в течение года на площадке университетов Узбекистана мероприятий, связанных с годом Льва Толстого, некогда студента Казанского федерального университета. КФУ планирует провести масштабный цикл мероприятий с университетами стран СНГ. Артем Тупичкин, Универньюз. 88 аспирантов разных институтов Казанского федерального университета сегодня в торжественной обстановке получили дипломы об окончании аспирантуры как третьего уровня высшего образования. Такое происходит впервые. До этого выдавалась лишь справка о завершении учебы. Впереди у молодых ученых защита кандидатской и большие планы на будущее, связанные с Казанским федеральным. 88 выпускников Казанского федерального университета впервые получили дипломы об окончании аспирантуры как третьего уровня высшего образования. Вручение таких дипломов происходит в этом году впервые в истории отечественной аспирантуры с присвоением к квалификации преподаватель-исследователь. В дальнейшем планирую преподавать, заниматься научной деятельностью в КФУ. Данный диплом у нас дает возможность работать преподавателем, работать исследователем, то есть востребованность в вузах, научно-исследовательских организациях и подобных структур. То есть здесь уже как бы подтвержденная квалификация. Адель Шемилова, Универньюз. О том, как же стать профессионалом своего дела и добиться успеха, рассказывают студентам-журналистам. В Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ продолжается серия мастер-классов. В этот раз в гости пришла ведущая телекомпания «Эфир» Мария Веденеева. О том, как это было, ты узнаешь в следующем сюжете. 11 октября в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялся мастер-класс телеведущей телекомпании «Эфир» Марии Веденеевой на тему мастерства телерадиоведущего. Впервые Мария пришла на радио в 90-х, когда она начинала с озвучки рекламы, а затем начала вести полноценные эфиры. Сейчас наблюдаю я такую ситуацию. Человек приходит и садится ко мне на запись интервью. То есть в программе «Новое утро» в нашем формате предусмотрены гости. Один или два. И вот человек, который до этого совершенно спокойно со мной общался, ну максимум, может быть, он сказал, знаете, я, конечно, немножко волнуюсь. Я им говорю, а я перед тем, как начать интервью и перед тем, как начать запись, я с ними активно шучу, я с ними флиртую. Глядишь, как-то вот он уже и расслабленно так начинает нормально формулирует все. Но есть люди, которые ничем не прошибаемы, и вот они начинают так волноваться, что до этого он себе вроде бы все так, как-то так, как-то с тобой общался нормально, а тут нет и все. Инстаграм действительно стал неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому все фотографии, которые мы там показываем, будь то милый щенок или селфи на вершине или бруса. Поэтому телеведущая не могла обойти тему того, как же все-таки продвигать себя в социальных сетях и набрать сотни лайков. Какое-то даже уважение, момент уважения к своим подписчикам должен быть. Потому что люди, почему соцсети стали-то популярнее, Инстаграм в частности, люди хотят видеть красивую картинку. И я даже замечала, что на красивую картинку и какой-то посредственный текст будет гораздо больше лайков. Люди хотят видеть красивую. Как сделать так, чтобы реклама была ненавязчивая? И мы с ними договариваемся, что хотят увидеть они. Я сначала говорю, что вы хотите. Потом говорю, ребят, вот я вам точно говорю, что если я сейчас буду сидеть и писать, у вас такой вкусный суп, это вообще не прокатит. В этот день Мария рассказала не только о том, как она попала на телевидение, но и о секретах популярности в соцсетях, делилась лайфхаками, хорошего интервью, опытом съемок в телесериале. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюз. На этом все. Не забывай, самые важные события происходят внезапно, поэтому следи за развитием событий каждый день с Универ Ньюз. С вами был Олег Скиданов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok